Доброе утро! Наступил Новый Год, и дверь все снова с нами. Пусть эти выходные начнутся интересно. Меня зовут Илья Ржолбов, и мы начинаем. Новый Год, новые правила, и все остается по-прежнему. И мы решили узнать, какие изменения нас ждут в школьной жизни. И не только в школьной. Смотрим! Каникулы подходят к концу, и через пару дней нам уже в школу. Немного непривычно, что третьей четверти не будет. Вместо нее продолжится второй триместр. Закончится он 17 февраля, и мы идем на недельные каникулы. В первоклассник они начнутся чуть раньше, 15 февраля. Будут ли эти каникулы продлевать, пока неизвестно. Все будет зависеть от того, как много детей будет болеть. И не только коронавирусом. Помните, и до его появления в феврале бывали карантины. От количества заболевших будет зависеть и то, будут ли у нас проводиться массовые мероприятия и праздники. Сейчас самое главное – сохранить жизнь и здоровье людей. Хотя в детских коллективах не так сильно заболеваемость выражена, особенно среди детей дошкольного возраста. Но тем не менее, с детьми работают взрослые люди, и случаи единичные заболеваемости ковидом есть среди детского населения. На что коронавирус никак не должен повлиять, так это на нашу спортивную жизнь. Совсем наоборот. 2021 год объявлен годом детского спорта. Это значит, что нас ждет открытие новых спортивных площадок, много интересных событий, мастер-класса с участием известных на весь мир спортсменов-олимпийцев. Светланы Хоркиной, Ириной Родниной, Владислава Третьяка, Владимира Крылова и Алексея Мошкина. Это даст возможность нашим детям увидеть, что для спорта и для развития физической культуры нет ограничений, что можно заниматься и можно стать великим, но самое главное – это сохранить здоровье, быть уверенным в себе. Единственное ограничение – пока все мероприятия и чемпионаты по-прежнему будут проводиться только для тех, кому больше 18 лет. Дети могут соревноваться только в малых группах до 15 человек, но будем надеяться, это ненадолго, и 2021 год исправит ситуацию с коронавирусом и отменит все запреты и ограничения. Как вы считаете, вы хорошо знаете, на что вы способны? Не спешите отвечать. Иногда наши таланты дремлют крепко, но поступают совершенно неожиданно. Так было у Кати Ивановой, история которой в следующем сюжете. За три года путь от участницы отбора в местную вокальную студию до победителя ценациональных проектов и международных конкурсов юных исполнителей. Кате Ивановой 12 лет, и хотя всерьез за пение она взялась лишь три года назад, поет она с самого детства. В шесть лет я первый раз вышла на сцену на конкурс. А как ты смогла добиться таких успехов в пении? Ходила к педагогу по вокалу, Севиля Булайн, чьи горы зовут ее, и она меня учила хорошо петь. Это, наверное, надо много заниматься? Сколько ты раз в неделю ходила, как там, сколько времени? Иногда два-три раза в неделю где-то я хожу, и занимает это где-то, ну, час, где-то, иногда два, если готовимся к какому-то концерту. Все это, не учитывая ежедневных репетиций дома, занятий по удаленке с московским педагогом и постоянная работа над своим портфолием. Для участия в больших проектах, вроде «Голоса» или «Звезды эстрады», приходится самой снимать ролики и демонстрировать порой совсем неожиданные таланты. Но все же главной страстью остается пение. С тех пор, как Катя всерьез занялась вокалом, она одерживает победу за победой. В каких международных конкурсах ты участвовал? Как это проходило? Какие ты песни пела? Я участвовала в конкурсе во Франции, в Швеции и так далее. Я там заняла первые места. Конкурсы проходили онлайн из-за пандемии. Я очень сильно хочу подать зарядку на детское правительство. Заданные высокой планке приходится соответствовать. Недавно Катя выпустила свой первый клип. Вокал записывала в Москве, в той же студии, в которой записываются многие звезды российской эстрады. А вот видео снимали уже в Ульяновске. Мы снимали в парке Прибрежном. Это было, можно сказать, к обеду. Я придумала эту идею, вообще, мама моя. Мы снимали клип 4 часа. Я там очень сильно замерзла. Все были в пуховиках, а я была в платье. Результат получился впечатляющим. На Катин клип сразу же обратили внимание музыканты, известного на весь мир джазового оркестра. Меня в ВКонтакте заметил один продюсер из Академик Бэнд. И они хотят, чтобы я с ними пела сольно. А у тебя есть какие-то планы на будущее? Петь с этим оркестром и создать свою новую песню. Ты будешь певицей в будущем? Конечно. И, конечно, у Кати все получится. А мы обязательно будем следить за ее успехами и болеть за восходящую ульяновскую звезду на Евровидении. Через несколько дней в Ульяновской области будет праздновать день рождения. В этом году ей исполнилось 78 лет. Что узнают о нашем регионе ребята из родственных городов России? Об этом в нашем опросе. Ульяновская область Ульяновская область – это место, которое находится вокруг Ульяновска. Там разные деревни всякие или маленькие города. В Ульяновской области могут располагаться какие-то, ну, не знаю, маленькие заводы, чтобы потом в Ульяновск отвозить. В Ульяновской области родился и жил Владимир Ильич Ленин. А еще в Ульяновском автозаводе производят уазики. Ульяновская область – это область, которая стоит на берегу Волги. Там много деревень и поселков. Самый главный город – это Ульяновск. Ульяновск – это город, где родились и выросли мои родители. Я очень люблю Ульяновск. Мы каждое лето туда ездим. Также мы ездим в Белый Яр. Ульяновская область очень красивая. Новый год нужно начинать здорово и здорово. Ребята из лаборатории мультфильмов подготовили для нас свою инструкцию по здоровому питанию. Витамин К Чтоб ничем не заболеть, нужно больше фруктов есть. Фруктовый салат Он витаминный, очень богат, нам витамины очень нужны и для здоровья очень важны. Чтобы салат оказаться в школе рад. Наш первый в 2021 году выпуск подходит до конца. Мы прощаемся с вами, но ненадолго. Смотрите нас через две недели. Впереди инструктаж по погоде. А я прощаюсь с вами. Хорошим вам выходных. Всем привет! Этот год нас порадует теплой зимой и ранней весной. Снег начнет таять уже в марте. А в апреле начнется самое настоящее лето. А пока одевайтесь по погоде и проводите больше времени на улице. Ваш инструктор по погоде Юдина Елизавета Александровна.